Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Очень многие наши зрители, подписчики спрашивают нас, как поступить и что делать, если саженцы, посаженные либо в прошлом году осенью, либо в текущем году весной, очень плохо просыпаются, вот прям туго просыпаются, особенно вот такое медленное оживание характерно для саженцев косточковых растений. Это алыча, слива, вишня, персик, абрикос, ну и некоторые другие плодовые растения. Конечно, приобретя саженец, черешня, там еще и другие растения, очень хочется, чтобы он как следует прижился и начал нас радовать урожаем как можно быстрее. Однако мы можем наблюдать картину, что вот другие деревья уже, уже, уже тронулись в рост, все хорошо, а вот эти вот сидят, почечки у них какие-то слабенькие, сухенькие и никак не хотят просыпаться. Для того, чтобы точно определить причину, а для того, чтобы определить решение, надо в первую очередь определить причину. Нам необходимо проделать некоторое обследование этого саженца. Первое, что вы должны сделать, это, ну, если осенью вы сажали саженец, значит, когда уже стало тепло, когда уже другие саженцы начали распускать листочки, почечки эти стали просыпаться, а этот спит. То есть в любом случае вы должны по срокам ориентироваться на другие деревья, другие растения, в том числе взрослые, когда они уже начали разворачивать почки и листву. А ваша сидит, молчит, так сказать, спит еще. Вот в этот период вы должны обследовать обязательно ствол. Примерно в середине ствола вы должны взять, можно, ну, ножичком можно сделать, чем угодно. Но я вот возьму просто, просто ногтем. Вот так вот чуть-чуть подскрести его, немножечко подскрести. И посмотреть, является ли стволик вашего саженца живым. Если вы здесь видите зеленую яркую ткань, это означает, что саженец ваш живой. И вот эта вся надземная часть является живой. Вот такая же ситуация у меня вот здесь вот с этим вот саженцем. Ну, я вижу, что он живой, потому что вот на этой боковой веточке, например, я вижу, есть проснувшиеся почечки. Вот здесь внизу есть пару проснувшихся почек. А вот эта веточка, ну, совсем молчит. Почечки вроде бы набухли, немножко салатовые стали. Но в целом он выглядит не очень хорошо. Однако я и здесь шкребанул немножко, и здесь тоже все зеленое. Вот если вы столкнулись с такой вот картиной, это означает, что саженец ваш в полном порядке. Он не подмерз, он не высох, все с ним хорошо. А здесь наблюдается явный либо дефицит влаги, либо дефицит корневой системы. Саженец готов принять влагу, готов принять вещества питательные. Однако же корневая система либо была очень сильно обрезана, либо был сделан плохой полив. Может быть, там воздушная какая-то полость образовалась при посадке. Может быть, корни были подсохшие изначально. В любом случае вам необходимо активизировать для такого саженца развитие и работу корневой системы. Для корневой системы нет ничего лучше, чем обильный регулярный полив, чтобы вот был полив как следует. Я, например, вижу, что вот здесь вот уже у меня вовсю зараза ползают муравьи, а они уже там разрыли муравейник. Не исключено, что когда я высаживал эти саженцы несколько недель назад, месяц назад, считайте, то я высадил их на муравейник. Ну, не видел тогда еще, муравьи еще не проснулись. А теперь уже вижу, что там муравейник. И, конечно, муравьи эти роют, создают неблагоприятные условия для развития саженца. И мне нужно предпринять, конечно же, во-первых, усилия по обеспечению этого саженца водой. И это будет регулярный полив, будет еще замывать, замывать, замывать эти норки, создавать для муравьев неблагоприятные условия, ну и также применить весь комплекс мер для уничтожения здесь муравьев. Кроме того, есть очень хорошие способы стимуляции роста корневой системы. Вы можете использовать либо искусственно синтезированные ауксины, это такие специфические гормоны роста растений, которые вызывают усиленное деление клеток растений и усиленный рост тех частей, куда попадают эти самые ауксины. Вот вы можете вполне использовать препарат стимул для того, чтобы делать стандартные растворы и не просто водой проливать, а проливать именно препаратом стимул или искусственными ауксинами. Какие-либо удобрения класть в воду не рекомендуется, потому что это будет повышать солёность, общую солёность воды, что может в конечном счёте, накопление этих удобрений, может нарушать здесь работу корневой системы. Кстати, раз мы поговорили об удобрениях, также стоит помнить, что подобного рода ситуация может быть тогда, когда вы заложили в лунку слишком много удобрений, и корни встретились с этими удобрениями, и удобрения, высокая концентрация удобрений, стала высасывать, высасывать, высасывать воду из этих корней. Но здесь также обильный полив саженца поможет избавиться с этой проблемой, если она еще не фатальность, там корни не сгорели. Именно поэтому очень важно между слоем удобрений и корневой системой делать прослойку почвы без удобрений, для того, чтобы корневая система не обжигалась. А вообще, я рекомендую, если вы не уверены, не закладывайте вообще никакие удобрения в лунки при посадке, будь то кустов, будь то деревьев. Пусть они приживутся, потом сделаете ломиком луночки здесь и засыпете туда удобрения, как мы показывали в одном из роликов на канале про цветок. Итак, это вариант номер один. Вариант номер два, это если вы поскребли, и вы здесь видите уже сухо, саженец сам сухой. Корневая система может быть и в порядке. Она бы готова гнать сюда воду, однако же гнать ее некуда, потому что почки, не способные воспринимать, они умерли. Почему они умерли, это уже другой вопрос. Может быть высохли, может быть за зиму подмерз, может быть некачественный посадочный материал был. Разные могут быть причины, почему здесь почки умерли. Однако же, вот, ну просто поливы уже здесь вот эту часть не оживят. Все, что вы можете сделать с таким саженцем, это обследовать его по всей длине и выше точки прививки, найти, если есть живая почечка, но это особенно характерно для саженцев, которые были посажены осенью, и вот эта верхняя часть не перезимовала. Персик, абрикос, теплолюбивые растения, южные сорта, они в особенности страдают от зимних морозов и сушающих ветров и могут вот так реагировать. Поэтому вы просто находите то место, где у вас проснулись почки, обрезаете этот саженец, подкармливаете его как следует, действительно под жидкими растворами удобрений с преобладанием азота, либо луночно подкармливаете. И в последствии, когда у вас там и 2, и 3, и 4, может быть, ветки вырастет побега, вы оставляете один и выводите его на лидирующий побег, чтобы из него получился главный побег, и далее формируете этот саженец уже в полноценное деревце. Конечно, и в этой ситуации использование препарата стимул является очень благоприятным. В поливочные воды добавляете препарат стимул, благо он очень экономен, 1 к 100, его можно разбавлять, добавляете препарат стимул. И, ну, нету, в общем, можно сказать, что нету аналогов, я не могу назвать аналоги препарата стимул. Это псевдомонадный препарат с колоссальным уровнем синтеза природных ауксинов, он поэтому называется стимул. Кроме того, он обладает некоторой фунгицидной активностью в отношении патогенов, ну, фузариоза, там, других болезней, тоже неплохо. И в каждую поливную воду также добавляете этот препарат с тем, чтобы стимулировать и развитие корневой системы, и развитие вот этих вот побегов. Таким образом, у вас есть шанс даже саженец, который, может быть, не очень хорошо прижился, и разбудить, и восстановить. Ну, а если уже, конечно, выше точки прививки у вас нету никаких почек, все погибло, ну, к сожалению, придется констатировать, что саженец ваш погиб. И если даже что-то там ниже точки прививки начнет расти, то это уже будет не культурный вот этот вот саженец, который вы ожидали посадить, а будут вот те корни, на которые была прививка сделана. Семечка, значит, дичка вырастет, клоновый подвой, значит, ну, клоновый подвой вырастет. Ну, тоже, по сути, дичка. Поэтому с таким саженцем, скорее всего, придется вам расстаться. Ну, почему я говорю, скорее всего, потому что, ну, можно выгнать оттуда какой-то дикий побег и сделать перепрививку, если вы обладаете искусством выполнения такой работы. Ну, а в целом, да, придется посадить новый саженец. Ну, а вот в этих двух вариантах, о которых я сказал, есть шанс получить вполне качественное дерево и хороший урожай. Что ж, воспользуйтесь этими советами для того, чтобы разбудить ваши деревья и получить хороший сад. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!